Телеканал КРТ представляет У него есть телеканал Дом, который смотрит три калеки, две чумы. Простите, уважаемые люди, если вы его смотрите, может быть больше. Не хочу ничего плохого сказать про вашу соседку, это просто устойчивое выражение такое. И, возможно, эта частота будет перенаправлена под какой-то еще дополнительный проект с помощью Ткаченко, опять же таки, под Зеленского и местные выборы. Потому что, как мы знаем, слуга народа проседает по всем фронтам вообще абсолютно, а на Востоке, я не удивлюсь, если они ни одного мэрского кресла не возьмут вообще в принципе. Кстати, это действительно имеет место быть. Я думаю, что с учетом того, что спутниковая лицензия, она в принципе на всю Украину вещание идет. Я думаю, что это очень даже может быть. Но единственное, что я думаю, что Зеленскому она явно не поможет. Потому что то пике по рейтингу, которое у него происходило в последние месяцы. Ну, это какие-то прихвости, возможно, делают для него, чтобы показать, что мы за вас. Ну, давайте так, я сподіваюся, что мы тут голосовали не за Порошенка. Да ну, говорите Зеленский, ставьте равно Порошенко. Нет, но когда мы голосовали и сейчас, когда мы видим, что реально в чуваку развивает паранойю. Когда он сам разгубился, потому что это не на Пенянино играть, даже не на реале. Он понимает, что это очень серьезная тема. И он не выгребает. И, возможно, ему, как говорит наша бородата бабушка, бен официарий, как его называют, бен официарий. Может, он сказал, слушай, все нормально, сделаю тебя президентом. Короче, все будет хорошо, ты сейчас тут Голобородько, потом ты президент. Будет еще лучше, как 95-й квартал. Вообще, будешь так целый ряд роялей и будешь играть, что хочешь. Но в данной ситуации, в данной ситуации, Зеленский разбегся, разбегался. Смотрите, вот эти окурки, они же бегают, то под офис президента. Их там не много, но от силы, взбрали 2000 народу от силы. Нет, так ему страшно, как человек, у которого люди только любили, он не понимает, почему его ненавидят. И как человек, который всю жизнь провел на сцене, купаясь в любви сотни тысяч, а может миллионов зрителей, тут вдруг ему угрожают. Я думаю, и ты на своем ютуб-канале, и страна его, и я, и КРТ, ему популярно объяснишь, за что конкретно его ненавидят. Да то понятно, но у него есть опять же такие ряд людей, которые ведут его по пути Януковича. Ведут окон такой. Очень, очень прям. Есть вот эти анонимные телеграм-каналы вокруг него выстроили. Там Кирилл Тимошенко собирает там только хороших, правильных журналистов, которым Зеленский там что-то рассказывает. Они там очень умно кивают, что-то пишут, а потом там же на своих ресурсах параллельно с этим обливает его говнищем таким вот уже остывшим, простите. Сейчас.